Своим мнением по поводу качества ремонта дорог с нами с удовольствием поделились сами горожане. По-моему, никакой эффективности нет. Ехаю, что на второй день все это, вы обратно выбиваете. Ям становится больше, вы знаете, меньше их точно не становится, больше, и мне кажется, их особо-то никто и не стремится, наверное, сделать. А вот насколько вообще эффективна такая вот тактика ремонта? Я думаю, наверное, совсем неэффективна, потому что, когда они пытаются заделать ямы, они всегда появляются рядышком. Проблема дорог давно является сезонной. Считается, что асфальт каждый год страдает от зимних заморозков и большого потока машин. Покрытие не выдерживает тех нагрузок, которые на него выпадают. Весной дорожники заделывают ямы, затем за лето все опять изнашивается, и начиная с осени и зимы на тех местах, где производился ремонт, вновь образуются пробелы. Допустим, я живу на Шлаково, у нас там такое низменное место, его делают каждый год, и каждый год после зимы там опять яма. Я думаю, что, скорее всего, такое качество у нас ремонта, что он вот только на сезон хватает его, к сожалению. Я думаю, можно было бы хорошо их делать, если бы, в общем-то, делать с умом и добросовестно. Что касается нынешнего ремонта, то все опрошенные рязанцы объединились во мнении, что он проходит незаметно для них. Люди не видят ни сделанных дорог, ни рабочих на улицах города. Некоторые отшутились, что ничего не увидели, потому что проспали ночной ремонт. Я еще не видел, что где-то сделали дорогу, если честно. Вот вы где-то замечали уже ремонт? Нет, нигде не видела. Вот ездю на машине по Рязани, в центре особенно, нигде не видела. Я пока нигде не видела, что делается ремонт. Ну вот, по крайней мере, я. Ну, не знаю, мне так, мне, по крайней мере, не попалось. Среди опрошенных граждан на улицах города съемочной группе удалось поговорить и с москвичами. Для некоторых из них ямочный ремонт оказался нестандартной ситуацией. Не знаю, не сталкивался. Ямы ремонтировать. Зачем их ремонтировать? Их нужно устранять. А вы откуда вообще? Москва. Как пояснил гость нашего города, в Москве, конечно, тоже на дорогах существуют проблемы. Но если речь касается повреждения покрытия, то ямы там не ремонтируют. Вместо этого рабочие делают большие заплатки на дорогах. Залатать имеет смысл, когда нет возможности класть асфальт. А так надо вообще делать дороги нормальные, следить за качеством ремонта. Например, говорят, что у нас условия не очень хорошие, климатические. Вот я пример приведу. Вот в Москве было построено еще при Горбачеве. Немцы сделали это конец 80-х, дорогу Домодедова. Она без ремонта простояла 20 лет, несмотря на климатические условия. То есть есть возможность качественно делать. Может и правда перестать замечать только плохое. Да, есть ямы, есть ремонт дорог, которого не видно. Есть ремонтники, которые в самый дождь и в самую пургу что-то делают. Но в этом есть и плюсы. Благодаря дорогам о Рязани слагают новые легенды. Какая-никакая все же популярность.